ну мы предлагаем вам вступить в новую партнерскую программу мы даем вам бабки через год вы возвращаете на 30 процентов больше называется ипотека хорошее дело не прогорите чё ты мне пургу какую-то втираешь от этого бизнесмен фигов ты мне бабки мои отдай какая чертовая бабушка ипотека я пришел забрать мои бабки за ролики вы ребят понимаете то что я не забирал свои бабки банки примерно месяца полтора а то и два я заливал 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 ролики на канал нужно ну ты же помнишь вот эти все ролики там где с вывесками которые я покупал рекламу у агентства жирафик я заливал эти ролики деньги даем вам под залог ты мне не деньги давай под залог а мои деньги верни за два месяца хорошо залог вся ваша жизнь ты слышишь что они тут удумали короче банкиры вот эти недоделаны они дают ипотеку 30 процентов годовых то есть ты берешь допустим 100 тысяч через год ты должен им вернуть 130 тысяч таки ничего говорят то что залог вся твоя жизнь мелкий понимаешь слушай ты свое предложение можешь потереться в сральнике вот пойди сральник потерись извините за излишнюю конечно грубость но я сюда пришел забрать мои деньги иди в эту свою техподдержку с этим предложением оставьте отзыв плохой отзыв бабки отдай их тебя уволят бабки моя дай я пришел бабки свои забрать в моем банковском счету лежат мои бабки я тебе сейчас телефон сломаю честное слово от башку твою вот это шишку набью бабки моя дай пописяка мелкий шандарах него рогаткой пожалуйста иди сюда шандарах не рогаткой предстрели ему просто убежник стрели еще раз стрельни еще раз не попадаешься такая пописяка какой ваш банковский счет записывай 4018 69 69 1337 28 28 228 69 проверь бабки и дай все что там у меня накопилось за это все время банкиры смотри здесь со своими предложениями все все можешь пока успокоиться мелкий бабки дал а так сколько там у нас так золотых монет 2 стака золотых монет это точно все если там ночевые ничего не оставил зажучил зажучил ну слушай два с половиной стака золотых монет как бы неплохо все давайте со своими предложениями и банки счет закрывайте обратно мы потопали пошли мелкий сушь два стака спал что я не буду вставлять отзыв никакой не буду вы еще забыли еще 32 золотые монет ну неплохо это бабок доварил за это время пошли мелкий значит не два с половиной стака а три стака суши что можно купить нас три стака да чё тебе надо ребят извините пожалуйста что я ору но как бы слишком бесявый какой-то здесь банкир вы еще забыли еще забыл еще 32 золотые монеты я сюда пришел забрать два стака золотых монет а в итоге у меня четыре с половиной да за эти бабки да я ваш банк выкупить смогу и вот эту вашу кредитную ставку нафиг закрыть все мелкий давай потопали четыре с половиной стака золотых монет это вообще бы полиция как иду естественно естественно как 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 новая серия жизнь ютубера да без проблем без проблем на нас раку мелкий за мной за пацаны если вы за нами с мелким резко так сюда подогнали банку мы его не грабили да мы с мы пару раз ему сказали что он жопа вот это как дуримонская ну но он не отдавал бабки а если вы про то стекло которое я разбил там воскресенье в банке это не я это просто мелкий дал мне рогатку подержать мелкий доллар газку подержать я случайно выстрелил или или если вы есть вы пришли меня забрать в дурку зато или в этого в тюрягу за то что я клубу вот эту про протоптал бабы зины это как бы я я случайно я я чай выпил слишком слишком крепкий я случайно туда стал молодой человек подвиньтесь пожалуйста мы хранилище а идите мелкий туалетная бумага есть счет я девятым потом покрылся я думал то они за нами пришли обосрался не на шутку это инкассаторы не пришли деньги забирать или наоборот их 100 сегодня плохая какая-то погода в городе ютубер ладно пошли бабки значит да свои пришли забрать мелкий ты это видишь здесь бабок да столько там всю жизнь жить и не тужить как говорится там эти бабки да да вырвалась извини да на эти бабки датчик 100 купить можно весь город ютуберов выкупить можно так то все хаты купить до бизнес михалыча можно выкупить да я бы на эти бабки мелкий да да я не знаю я даже не могу придумать чтобы я на эти папки сделал ладно пускай не расставляют здесь свои бабки пошли не будем им мешать опять приперся видите сколько денег они могут быть вашими только стоит взять ипотеку хорошо хорошо пройдемте сюда я я возьму ипотеку иди сюда заходите внутрь заходить мелкий пошли собака ты такая со своей ипотекой увольте пожалуйста вот этого банкира он слишком какой-то давай через окно выйдем и сюда пускай не окно свое ремонтирует пошли разбей еще разбей 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 все хватит хулиганить пошли а то в следующий раз оооо с калашами пошли 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 против калашей твоя рогатка вряд ли сможет справиться чё же я забыл еще сделать назад посмотри только опять 18 плюс новый ролик мой заметил как часто я начал записывать ролики буквально каждую неделю на моем канале выходит минимум по одному ролику и вот этот ролик я выпустил на втором канале вот канал эдисон перец в реальной жизни буквально несколько дней назад я попросил вот это рекламное агентство жирафик сделать рекламу новую там где мы с катей сделали лего кровать я какая чуть даже не заметил то что там такой скриншот есть в том ролике так ладно эдисон и катя провели свою первую ночь в одной кровати чух-чух пых-пых трах-бубах и остальное 18 плюс у тебя есть знакомый вот этот судья мне кажется надо уже посудиться с этим рекламным агентством жирафик потому что честное слово каждый они по азабо извращенцы как каждый раз можно делать отсылки на 18 плюс нету как бы хорошо в этом ролике мы ну ну реально ночевали вместе реально на одной кровати это реальный скриншот с того ролика есть ты его не видел обязательно посмотри вот он из реальной жизни вот прям сейчас надо мной будет подсказочка тыкни на него и обязательно посмотри этот ролик лего кровать но причем здесь 18 плюс там ничего запрещенного не было надо пошли надо будет к ним пойти заплатить еще 64 золотые монеты нет мелкий прикинь у меня в инвентаре 5 с половиной стаков золотых монет ты понимаешь это тебе фуру пикачу можно купить опа отдал пикачу пикачу потерял все пикачу мой а чё ты по писяка мелкая выкинул не его ладно держи забирай забирай в следующий раз аккуратней будь пошли а сейчас мы пойдем к моим новым друзьям эти друзья допрашивали одну пипуку пока мы с мелким забирали деньги в банке а подождите я забыл постучаться дверь откройте а ну я же могу открыть вот вот так а на самом деле я могу не открывать как бы мой дом предыдущий серии разнесло к чертям собачьим я могу просто вот так зайти я все скажу под подожди 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 с поспешными выводами санта лючия дева мария только прекратите это безумие чаще я все скажу сейчас подожди 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 главный бандит так с детективом явно что-то плохое происходит то есть рикардо тоже не лучше боже с кем я дружу почему мои друзья обдолбыши да все 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 рикардо все хватит хватит вы реально сейчас человека с ума сведете все 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 тихо тихо вот это санта лючия дева мария там пресвятая богородица все мне с ним было так хорошо рикардо я даже не сомневался самое главное ваша задача была это разговорить главного бандита чтобы он наконец-то мне уже сказал где его начальник и где они держат костью ты мне пописяка радужный скажешь все что ты обещал нам сказать или рикардо может продолжить а ты точно готов все узнать а можно после того как ты допросишь этого пупсика я его себе домой заберу можно 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 не проблема да 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 ну слушай вся эта ситуация вся эта история с костей длится уже примерно месяца два я не знаю жив ли он вообще или не жив но я уверен то что его до сих пор держат в плену живым или мертвым и как мы выяснили точнее наши догадки то что за всем этим стоит мама мелкого а почему зачем нам надо догадаться или разобраться скорее всего она просто ревнует мелкого ко мне то что я не хочу отдавать ей мелкого да и мелкий сам не хочет не возвращаться я готов узнать всю правду я готов узнать где они держат костю но только если ты соврешь хотя бы где то рикардо у тебя есть опыт и навык раскалывания вот подобных персонажей поэтому если что ты возьмешься за него мы тебя пощадим если ты все расскажешь начинай в общем слушайте неподалеку от города ютуберов есть еще один город он называется жопосливка он намного масштабней там намного больше инфраструктуры намного больше населения там есть и огромные магазины и пивнушки и салоны красоты и куча пятиэтажек куча девятиэтажек детские парки огромные больницы даже несколько макдональдс и многое другое но самое главное то что этим городом заправляют несколько группировок начиная от мелких соши которые торгуют техникой продолжая всякими мелкими воришками какими-то мелкими недобизнесменами которые только начинают открывать свое дело ну естественно большими организациями мафии и в голове этой мафии стоит эта самая женщина и по городу ходит такая история то что она сама завалила своего мужа лишь бы для того чтобы отжать у него его корпорации она потеряла своего сына никто не знает куда он убежал сейчас походу сын нашелся я не знаю кто такой сын я как бы не углублялся все эти подробности кто она такая зачем она это делает и что она от вас хочет она просто пошляет мне бабки а я просто выполняю свою работу я также похитил костю доставил его ей она держит его в плену но только для того чтобы ты удалил канал я не знаю зачем ей это нужно ты удаляешь канал она отпускает костю ты не удаляешь канал она убивает костю в каких целях она это делает я также не знаю я вам так скажу в жопа сливку лучше не сываться преступность там практически на каждом шагу будьте осторожны я рассказал все что я знал пощадите в жопа сливке значит мелкий это случайно не тот город где живет богатый школьник ты где паписяка это случайно не тот город помнишь мы хоть мы ездили куда-то за наш город в соседний город вроде реально жопа сливка он назывался там где вот этот богатый школьник живет значит там корпорация да вот это матери твоей заноза в заднице которая явилась неведомо откуда и похитила костю вот оно что ладно мелкий значит в следующих сериях мы поедем в жопа сливку узнаем че там и разберемся с твоей матушкой а самое главное самое главное где находится база вот этой бабы вот этой корпорации вот этой я не знаю куда ты доставлял так костю где-то на окраине города ладно это достаточно информации чтобы мы нашли базу этой тёлки все хорошо пацаны давайте беритесь за этого пацана вот этого радужного мы пошли с мелким платить агентству жирафик пошли ммм миленький мой у нас впереди вся ночь и весь день стойте а че стойте Рикардо 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 слизь пожалуйста Рикардо позаботься о тебе я знаю еще одну вещь Рикардо стоп щас подожди 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 какую вещь щас он нам скажет какую-то еще одну вещь у меня зарыт клад я могу сказать где он оооо я не знаю это будет но все все как шеет я Продолжение следует...